Приветствую всех и конечно же добро пожаловать на новый выпуск автоисторий. Сегодня у меня опять приготовлена для вас порция интересных материалов. Поехали! Кабриолеты и родстеры это настоящие игрушки в автомобильном мире. Удовольствие от поездки на такой технике просто непередаваемое. Предлагаю вам познакомиться с несколькими просто чумовыми машинами с открытым верхом. Ну а спонсор ролика магазин электроники Ugreen, в котором вы можете приобрести вот такое мощное зарядное устройство для зарядки гаджетов в автомобиле. Сам им пользуюсь и мои гаджеты заряжаются очень быстро. Выходной интерфейс как обычный USB, так и новомодный USB Type-C. В общем рекомендую данный магазин и зарядное устройство, приобрести которое вы можете по ссылке в описании. Многие знатоки автомобильного мира знают такой шедевр как Rolls-Royce Silver Spirit. Ультра дорогой автомобиль ультравысокого класса с V8 объемом аж 6,75 литра. Мощностью 240 сил и моментом в 450 ньютон метров. Неплохо для 80-го года. Однако вся соль данного авто заключалась в роскоши, просто феноменальной плавности хода и комфорте. Качество материалов салона и подгонка были восхитительны. Просто тонны дерева и кожи в отделке. И вполне себе интересные атрибуты оснащения, такие как маленькие цифровые экранчики на центральной консоли, круиз-контроль, климат-контроль, электростеклоподъемники и электрозеркала. А как плавно переключался трехступенчатый автомат, и как по-королевски машина преодолевала неурядицы дорожного полотна, просто не передать словами. То, что вы видите сейчас, это не фотошоп и не обман зрения. Это плод сотрудничества итальянского инженера и реставратора по имени Сальваторо Диамант и официального импортера Роллс-Ройса в Саудовской Аравии Аль-Аджа Моторинг. Клиентам из Ближнего Востока был просто необходим четырехдверный Роллс-Ройс с открытым верхом, и они его получили. По моим давним роликам, вы, наверное, знаете страсть таких клиентов к чудным модификациям. Так вот, распилив крышу Супер Роллс-Ройса, инженеры усилили конструкцию кузова поперечной балкой, установив ее посередине между передними и задними дверями. Дополнили все это гигантским откидным верхом, и зачем-то установили решетку радиатора от Бентли, причем не простую, а доработанную с золотым покрытием в 24 карата. Сдобрили все это чумовым желтым цветом. На этой фотке мы видим, как интересно была внедрена одна из самых крутых музыкальных установок того времени, Clareon G80. В центральную консоль была встроена кассетная дека и усилитель, а в кастомный центральный тоннель встроили еще четыре усилителя и джойстик, заведующий их управлением. Крутой прибамбас. Сами же кнопки управления креслами были позолоченные, ну и естественно в отделке были другие позолоченные элементы, включая ручки дверей и пепельницы. Желтой кожей были отделаны не только кресла, а в задние двери были встроены столики для пикника. На удивление, это был не единственный кабрик. Есть еще и вариант в белом цвете, просто чумовой образец тюнинга. Перед вами в Ферраре Тестороса от Кёниг Спешлс, но не в обычном исполнении, а с открытым верхом. Выглядит ну просто восхитительно. Особенно, когда едет и стелится по земле. Ширина по отношению к высоте просто нереальная. А то, что было под капотом этого чуда в конце 80-х, многие просто не поверят. Пятилитровый плоский В-12 был разобран и получил фирменные кованые поршни Кёниг. Головки блока были также доработаны. А вишенкой на торте был двойной турбонадув, превращающий пятилитровый агрегат в тысячесильную зверюгу, с моментом также в тысячу ньютон-метров. В итоге, что имел покупатель? Родстер с откидным верхом мощностью в тысячу лошадиных сил во времена хита New Sensation группы INXS, а именно в 1988-м. Напоминаю, машины мощностью свыше 100 лошадиных сил тогда уже считались не слабыми. Расправиться такая в Ферраре на дороге могла с кем угодно. Если обычный тысячесильный Кёниг разменивал сотню за 3,4 секунды, четверть миля пролетал за 10 секунд ровно и имел максималку в 370 км в час, то Родстер все же ехал несколько хуже, но вряд ли намного. А теперь представьте тысячесильную Феррари с открытым верхом в 1988 году, проносящуюся мимо вас на автобане со скоростью свыше 350 км в час. Думаю, с таким внешним видом ее можно было спутать с летающей тарелкой. Мало кто даже сегодня сможет ей что-то противопоставить. Главной же, на мой взгляд, ее фишкой салона был регулятор давления надува, причем градация была в лошадиных силах. Ну и естественно, подвеска и тормоза в лучших традициях Кёниг Спешлс были улучшены по сравнению со стандартной тихоходной, в кавычках, конечно же, тестороссой. Ну а теперь перед вами восьмерка BMW. Как уже знают многие мои зрители, это самая моя любимая модель, которую я с самого детства и по сей день считаю просто самой красивой BMW с момента ее выхода. Оснащение ее описывать тут очень долго. Скажу так, там было практически все, на что были способны самые лучшие инженеры того времени. Но как я был удивлен, когда узнал, что руководство марки я хотел выпускать модификацию с открытым верхом. В еще большем шоке я пребывал, когда узнал, что это было не простое намерение, а вполне себе жизнеспособные прототипы. Один из таковых находится сейчас в музее BMW. От второго ряда остался лишь только намек. Машина, по сути, превратилась в гигантский родстер. Лепту в это внес механизм складывания крыши. По некоторым данным, было выпущено всего три прототипа, прежде чем свернуть разработку. Интересно, что есть также информация о том, что Эрик Вильямс, бывший игрок NFL, узнав, что концерн свернул программу производства открытой BMW 850i, недолго думая попросил на заказ изготовить один экземпляр модели, который и получил в 1991 году. В 2009 году она была выставлена на продажу по цене в 25900 долларов. Ну а если этот ролик наберет 10 тысяч лайков, я выпущу еще один ролик по чумовым и необычным моделям. В комментариях пишите, до скольки километров в час вы разгоняли свои автомобили. Также не забывайте подписаться на мой инстаграм, где я принимаю предложения в комментариях для новых роликов и выкладываю снимки из жизни и фото своих авто.